Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию Ольгу Филиппову. Муж-предатель, известный актер и мысли о смерти. Как этой актрисе удалось снова обрести женское счастье? В кинематографической карьере Ольги Филипповой более 60 фильмов и сериалов и множество сыгранных, разноплановых и интересных ролей. Всенародное признание к этой актрисе пришло после роли Кармен в ленте «Райские яблочки». Думаю, многие смотрели этот замечательный сериал. Это не первая работа, где Ольге досталась главная роль, но именно она по-настоящему раскрыла ее талант и затронула души многих телезрителей. На пике своей популярности она даже подумать не могла, что спустя пару лет жизнь преподнесет ей очень тяжелые испытания. Ее придаст человек, которому она могла полностью довериться и которого безумно любила. Ольге Филипповой, также известной как Шмойлова, никогда особо не нравились драматические роли. В ее представлениях она должна была стать популярной певицей. В детстве Ольга увлекалась рисованием, танцами, ходила на вокал в музыкальную школу. Девушка никогда не считала себя красавицей, что не добавляло ей уверенности. Поэтому она решила попробовать себя в качестве модели. Благодаря занятиям в школе моделей она стала более уверенной в себе, обрела правильную оценку. Ольга хотела поступить в Гнесинское училище, но родителям эта идея не нравилась. Поэтому, окончив 9 класс, она стала абитуриенткой транспортного колледжа по настоянию родителей. Однако после второго курса ей все-таки удалось поступить в музыкальное училище имени Гнесиных. Ее преподавателем был Григорий Гурвич. Еще в студенческие годы она выступала в «Летучие мыши» театре Кобары, где осознала, что мечтает и дальше развиваться в этом направлении. Но уже на втором курсе Гнесинки она поняла, что больше пения ее привлекает игра в кино, в частности, исполнение драматических ролей, которые раньше так ей не нравились. Ольга участвовала во всевозможных кастингах, не упуская любой шанс заявить о собственном таланте. Первый дебют в кино состоялся в 23-летнем возрасте. Поначалу это были небольшие роли в многосерийных работах, но так начинали многие известные артисты. Но по-настоящему ей удалось раскрыться в киноленте «Кармен», где главная героиня, которой блестяще исполнила Ольга, была преступницей с очень буйным нравом. Впервые с Вдовиченковым Ольга познакомилась на премьере фильма «Кармен». Во время беседы с директором картины мимо проходил Владимир Вдовиченков, который, поздоровавшись с коллегой по цеху, сделал вид, что не заметил привлекательную девушку. Такое поведение мужчины слегка обескуражило Ольгу перед самой премьерой, где она снялась в главной роли. Ольга и не догадывалась, что Вдовиченков не собирался смотреть кино с ее участием. Он просто пришел на встречу, которая по воле обстоятельств была назначена в кинотеатре. Так и состоялось первое, пусть и не самое эффектное, знакомство молодых артистов. Позже на одном из светских мероприятий они снова встретились. Но теперь актер сразу обратил внимание на привлекательную девушку. Он быстро избавился от Ольгиных подруг, чтобы пообщаться с ней глазу на глаз. Но совместный вечер закончился ссорой, и Ольга больше не хотела ни видеть, ни слышать заносчивого актера. Но днем позднее Вдовиченков настоял на встрече в ДНХ, куда пришел вместе с подругой актрисой. Удивительно, но по непонятным причинам Ольга решила прийти. Далее последовало еще одно странное свидание, на котором Владимир предупредил, что уедет по работе ненадолго. Но когда он вернется, Ольга должна собрать все свои вещи и незамедлительно переехать жить к нему. Девушка была обескуражена такой наглостью, но снова не стала ему перечить. Она была удивлена силой, напором и уверенностью тем, как он стремительно и быстро принимал серьезные решения, которым она не была готова. И только прожив вместе несколько месяцев, Ольга поняла, что по-настоящему влюбилась, и очень сильно. Актер до встречи с ней уже трижды был женат. При этом с Ольгой он не торопился отправляться в ЗАГС. Первое время он проявлял знаки внимания и намекал на замужество, но в довольно шуточной форме. А для Ольги штамп в паспорте особо ничего не значил. Поначалу отношения возлюбленных были нестабильными из-за необоснованной ревности. Буквально каждый шаг Ольги был под постоянным контролем с его стороны. Гражданский супруг был против посиделок жены с подругами. И даже мимолетный взгляд мужчины Ольгу заканчивался сильным скандалом. Он обвинял ее в том, что она флиртует. Со временем ревности поутихли, но Ольга уже сама не могла жить спокойно и начала контролировать гражданского супруга. Перетирки в семье проходили долго и болезненно. Ольга несколько раз собирала вещи и хотела бросить Владимира, но тому удавалось ее возвращать. После рождения общей дочери Вероники отношения пары приняли новый оборот. Они наслаждались совместной жизнью, которая из ада превратилась в рай. Они строили долгосрочные планы и считали себя очень счастливыми. Однако их чувства постепенно охладевали. Ольга и Владимир полностью ушли в работу. Все закончилось расставанием, хотя и краткосрочным. Инициатором, как ни странно, был Владимир. Он решил обсудить напряженные отношения и предложил пока пожить отдельно, так как не видел выхода из сложившейся ситуации. Это был сильный удар для Ольги, и она не знала, как ей жить дальше. Однако прошло чуть больше месяца, и они вновь воссоединились. После возвращения Владимира казалось, что все проблемы позади, и кризис миновал. Но в дом пришло нормальное общение, и они опять стали принимать совместное решение. Когда актера пригласили на съемки картины «Левиафан», то в то время прощания Ольги Филипповой появилась какая-то непонятная тревога. Вначале она подумала, что все из-за сильной эмоциональной усталости мужа. Но в реальности все оказалось иначе. В ноябре актриса с дочерью решили поехать отдохнуть. Вернувшись, Ольга обнаружила, что муж собрал вещи и ушел, даже не попрощавшись. По рассказам знакомых, мужчина на съемках влюбился в актрису Елену Лядову, с которой у него закрутился бурный роман. Вначале Ольгу жгла ревность и сильная обида, но успокоившись, она осознала, что таким способом супруг избавил их обоих от неприятных выяснений отношений. Как рассказывала сама актриса, он понимал, что семейные разборки ничем хорошим не закончатся. С дочкой Владимир продолжает поддерживать хорошие отношения, а Ольге не было причин противиться их встречам. Она мудрая и умная женщина, а умные и мудрые женщины именно так и поступают. Тем более это помогало дочери проще перенести расставание своих любимых родителей. Прошло время, и обида на бывшего мужа ушла из сердца Ольги. Она считает, что злоба, затаившаяся внутри, просто-напросто разрушает человека полностью и бесповоротно. На сегодняшний день Ольга пытается вернуть былое счастье и находит радость в разных мелочах. Она продолжает сниматься в фильмах, наводит уют к квартире, много времени уделяет единственной дочери и нежится в лучах теплого южного солнца. Свою личную жизнь актриса полностью закрыла от глаз посторонних. По признанию Ольги, у нее есть любимый человек, но рассказывать о своих отношениях и кто он, она никому не собирается. Главное, что ей удалось найти новый смысл жизни. Ревность в актерской среде не редкость. Иногда доходит до того, что талантливые и известные люди готовы буквально испепелить друг друга и живут рядом, постепенно отравляя и разрушая жизнь друг друга. Иногда это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации и этой замечательной актрисы. Если честно, она мне очень нравится. Я почти все фильмы с ее участием смотрела. И могу сказать, что она действительно талантливая и разноплановая актриса. Дорогие мои, я благодарю всех за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя, своих близких и будьте очень-очень счастливы. Божьей помощи, помощи Ангела-Хранителя, Божьей благодати. Всего вам самого доброго и замечательного. Еще раз всех благодарю за внимание. До новых встреч и всем пока-пока.